Пожалуй, многие из вас слышали, что наушники – это сплошной вред и если хотите сохранить слух, то лучше как можно реже ими пользоваться. Давайте разберемся, действительно ли любимая музыка в наушниках столь вредна для здоровья. Итак, начнем. Мировая статистика Если доверять статистике такой организации как ВОЗ, то больше миллиарда молодых людей находятся в зоне риска испортить и даже полностью потерять слух по причине неуемной любви к громкой музыке. Исследование было проведено среди людей возрастом от 12 до 15 лет, которые очень часто прослушивают музыку в своих плеерах и телефонах. Так вот опасным уровнем считается уровень шума, который превышает уровень в 85 dB, которому подвергается человек на протяжении продолжительного времени. Так вот по рекомендациям врачей безопасное время прослушивания очень громкой музыки в 100-й год dB ограничено всего 15 минутами. Так что, теперь отложить наушники на самом деле все это стереотип – заблуждение, что вредны наушники. Вред наносит не близость источника звука, а его интенсивность. Проще говоря, слушать музыку в наушниках на приемлемых громкостях вполне можно и безопасно, а вот накручивать любимые колонки на полную оказывается очень даже вредно. Как понять, что уровень шума опасен? Я очень сомневаюсь, что у вас есть специальный прибор для определения уровня шума, поэтому сейчас я перечислю аналоги, на которые следует ориентироваться, чтобы понять опасен ли звук или же нет. Так вот уровень шума, равный 80 dB, сопоставим со звуком работающего миксера или проходящего грузового состава. Уровень шума в 100-м году dB сопоставим с работой отбойного молотка возле вас. Также ориентируйтесь на свой организм, если после прослушивания музыки вы ощущаете звон в ушах, то однозначно это плохо. Значит уровень громкости был опасно высокий и впредь его следует избегать. Эксперименты и статистика За многие годы ученые уже на протяжении многих лет тестируют воздействие громких звуков на человека, и результаты многих исследований выглядят довольно любопытными. Так вот проведенное в 2015 году исследование показало, что у любителей часто послушать громко музыку в наушниках может развиться так называемая «скрытая потеря слуха», которая заключена в следующем. Во время тестов в тихих помещениях все тестируемые молодые люди показывали отличные результаты по слуховым качествам, но как только аналогичные тесты производились в комнатах, где присутствовал шум или сильное эхо, было отмечено, что у группы любителей громкой музыки обнаружилась глухота. А последующая электронная диагностика действительно подтвердила снижение слуховых качеств тестируемых. Проще говоря, ученые выяснили, что вред от громкой музыки действительно вреден для вашего слуха. Насколько вредны сами наушники? Другое масштабное исследование, в котором приняли участие сразу 7000 человек, было проведено Калифорнийским университетом и проводилось в течение 22 лет. Так в период с 1988 по 2010 год проведенные тесты не показали сколь-либо существенной потери слуха у любителей послушать музыку в наушниках на приемлемой громкости. Также проведенная выборка в другом тесте среди испытуемых в возрасте от 20 до 69 лет, начиная с 1999 по 2012 годы, показала, что среднестатистическая потеря слуха составила 2%, что вполне умещается в естественную потерю слуха с возрастом. Выводы из всего вышерассмотренного можно сделать вывод, что сами по себе наушники не несут никакой угрозы для вашего слуха. Самое главное условие не превышать безопасную громкость. А если вам мешают звуки метро, разговоры на улице или неудачный плейлист в такси, то лучше не увеличивать громкость, а приобрести наушники с шумоподавлением. Понравился материал, тогда ставим палец вверх, подписываемся и ставим лайк. Спасибо за ваше внимание.